Всем привет! Какое-то время назад мы купили в Лидли такую рамку для окон. Точнее, не рамку, это как бы сетка от всяких комаров до мух, до всяких летучих. Сейчас наше окно выглядит примерно вот так вот. Я тут покупал разные, тоже в Лидли, такие вот сетки всякие разные. Они там как-то режутся, клеятся, в общем, тут какие-то магниты, надо бы это все сдирать, потому что какая-то это полная чушь, она там не держится нормально. Я как-то покупал, помню, такие вот и вот такую рамку тоже покупал. И сейчас я покажу, как она выглядит, вот эта рамка уже в сборе. А в готовом варианте рамка выглядит вот так вот. Вот она, как алюминиевая такая сеточка. Тогда была в продаже только белая рамка. Ну, я ей купил тогда белую рамку, черную, по-моему, тогда не было. Ее можно выбрать, в принципе, там она на таких крючочках, таких вот. Это здесь будет видно, не будет видно. Мне кажется, это вот не видно. Снизу и сверху такие четыре крючочка. Она вставляется, она плотненько там все, с уплотнителями такими. Она из алюминия сделана. В общем, классно. И видно через нее хорошо. Она так как бы сильно не мешает взгляду. Конечно, в идеале было бы, чтобы вообще не было бы никакой сетки. Вот. Ну, как-то так. А вот сейчас я вот, когда был в лидле, там было уже появилось черное. То есть она хотя бы подходила бы под цвет нашей рамы. Вот такой вот. Вот сейчас я это дело все сниму. Сначала сделаю замеры, соберу рамку, потом это все сдеру, чтобы эти мошкара всякая уже не успела налететь в помещение. Рамку собираю. Ха, паучок уже нашел сетку. Да-да, против себя тоже сеточка придумана. И против тебя, и против мухи, и против комара, и всякой разной ночной бабочки. Рамка почти готова. Сейчас вот осталось. Тут такие уплотнительные такие. Щеточку такую поставить. Здесь я уже ее втянул. Она как бы так втягивается, так в пазик. Потихоньку. Я так потихоньку пихаю. Одной рукой я не покажу. Да, это двумя руками надо. Да, она потихоньку... Она так хорошо, достаточно хорошо. Качественно, нормально сделано. В лидле продавались. Что-то я не помню, не буду врать точно. В районе 15-20 евро рамка такая стоила. И где-то тут было написано, на какой размер она была предназначена. Максимум, минимум. Сейчас я скажу. А, ну вот. Максимум 1,44 на 1,24. Ну, у меня 1,5 метра, грубо говоря. У меня там 1 метр и 5 миллиметров. И 1 метр и 3 сантиметра размер окна. Так что, в принципе, у меня идеально все подходит. Я уже примерку сделал без сетки. Сейчас сетку поставил, сетку вставил. Сетка хорошая, качественная. Ну, я думал, это алюмишка. Но она такая, какая-то капроновая какая-то такая. Ну, короче, какой-то пластик. Ну, качественный, хороший. Хорошо так натягивается такая вся. Классная сеточка. Ну, и как вы видите, через нее очень хорошо все видно. Она не будет сильно мешать глазу. Как вот эти обычные белые. Особенно, когда белые. Они вообще противные. Мне не нравятся. Конечно, в идеале было бы поставить рекуператор и окна не открывать. Со временем что-то придумаю. Сразу, когда строили дом, как-то про это сильно не думали. Про эти все вентиляции. Ну, я думал, как бы, типа, проветривания хватит. Ну, понимаю, что все-таки лучше какую-то такую принудительную рециркуляцию воздуха обязательно надо сделать. Потому что, допустим, когда у меня в офисе я работаю, в помещении маленьком, я закрываю эти двери. И компьютер греет как бы помещение сильно. И кислорода становится меньше. Ну, я это ощущаю через какой-то период времени. Что реально нехватка кислорода. Нужно какую-то рециркуляцию. Это в маленьком помещении. Ну, в ливинг-руме вместе с кухней, как бы, там есть какая-то вентиляция, кухонная вентиляция. Ну, и в спальне, в двух спальнях тоже надо будет какой-то, ну, со временем сделаем что-то обязательно. Вот и рамка готова к монтажу. Все, поздирал, все потроха повыкидывал. И сейчас сюда поставим. Ого, Евтик тут аж кровать отодвинула. Элодишки тут мои. Эй, мое позорище, этот висит. Совсем забыл, чуть не поставил. Тут же есть ручечки такие, за которые можно браться. Сейчас прикручу, совсем забыл про них. Вот рамку и поставили. Он цепляется здесь крючочек, потом тут крючочек и потом тут крючочек и здесь крючочек. Четыре крючочка, сеточка, все прекрасно видно, отлично. Все, можно смело на проветривание ставить. Никто не прилетит и все прекрасно видно. Прекрасно видно наш прекрасный сарайчик, который цвет дверей антрацитовый темнее, чем черная крыша. Выпьем водички, отфильтрованной кружкой от ZeroWater.lv и пойдем работать дальше. Маленькая рекламная пауза. Латвийские огурцы, латвийские арбузики, латвийские ягоды. Хрустящие, пахнут, ароматные такие. Красотища. Я знаю, некоторые мои постоянные зрители интересуются, как там бобер поживает. Ну вот, смотрите, как он поживает. Уровень-то уже поднимается. Если мостик уже такой, как бы, почти даже уже дотрагивается воды, то там точно дамба есть нормальная. Придется, наверное, сегодня-завтра идти там и бомбить все. Да, бобер. Немного поработал. Немного крепления тут пособирал. Из этих крепежной ленты подготавливал. Я позвонила, сказала, кушать пора идти. И вот такой вот у меня пейзаж на лошадок. Это пока елочки и сосны не выросли, у меня такой пейзаж будет. А вот когда все это дело вырастет, тогда я буду жить как в лесу. Субтитры сделал DimaTorzok